В Североказахстанской области участники программы СРПН могут стать обладателями жилья. Сейчас рассматривается вопрос выдачи им сертификатов экономической мобильности. Об этом на первом выездном заседании Республиканского проектного офиса программы в Петропавловске сообщила заместитель премьер-министра Тамара Дзюсенова. Подробности в сюжете. Североказахстанский университет имени Монаша Кузыбаева установил партнерские отношения с университетом Аризоны в США, а также внедрил систему двойного диплома. Так, вуз реализует международную образовательную программу. Студенты университета проводят научные исследования по управлению водными ресурсами под руководством профессора из Китая. Заместитель премьер-министра страны посетила лабораторию университета. Тамара Дзюсенова встретилась со студентами, среди которых выпускники программы СРПН. Я поступил в этот вуз в 2016 году. Приехал из Туркестанской области. В 2020 году окончил университет и сейчас работаю на предложенной вузом работе. В дальнейшем планирую связать свою жизнь с этим городом. По программе СРПН Североказахстанской области прошли обучение и продолжают учиться 1350 студентов. В университете открыли региональный проектный офис, где специалисты работают с каждым индивидуально. Сегодня 68 студентов, которые планируют закончить учебу в Североказахстанской государственной университете. Мы знаем их интересы. Мы на данный момент уже привязали их к работодателям. Они либо проходят практику, либо проходят дуальное обучение уже на предприятиях. После чего мы будем проверять за момент заключения индивидуального договора, трудового договора с ними. Следующая задача трудоустройства выпускников программы СРПН. В этой связи местные власти заключили соглашение с различными компаниями. 19 из 300 – наиболее крупные предприятия области. К примеру, на недавно открытом заводе по глубокой переработке древесины готовы трудоустраивать студентов. Мы уже четвертый год сотрудничаем с этим университетом и принимаем студентов из университета для стажировки. Тем более в нашем регионе молодых специалистов не хватает. Это очень полезная программа для нашего компании, для нашего региона. Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова приняла участие в первом выездном заседании Республиканского проектного офиса программы СРПН. На встрече подняли вопрос о необходимости проведения профориентационной работы среди старшеклассников в южных регионах, что придаст новый импульс программе СРПН. А также обсуждались вопросы подготовки специалистов в соответствии с потребностями работодателей. До сих пор мы слышим эхо о том, что работодатели говорят, что нам готовят не тех кадров или не качественных кадров, не говоря о том, какие профессии им нужны. А университеты считают, что мы готовим те кадры, которые нужны. Вот это вот, значит, для того, чтобы это разногласие снять, вот как раз-таки нужно реализовывать программу СРПН с определением потребностей работодателей. Отметим, что в стране созданный Республиканский проектный офис при Министерстве науки и высшего образования и региональные офисы, которые будут взаимодействовать с работодателями, центрами занятости и университетами, а также и колледжами, которые тоже будут участвовать в программе СРПН. Также на выездном заседании подняли вопрос обеспечения жильем выпускников программы СРПН. Рассматривается возможность выдачи им сертификатов экономической мобильности. В завершении встречи вице-премьер дала ряд поручений местным властям по данной программе. Наталья Волкова, Тулегин Иманов, Петропавловск, 24КЗ.